Ежегодная компания Ростелеком устраивает для детей разных возрастов настоящий праздник. Мастат по лыжному спорту, мастер-классы по фигурному катанию с приглашением профессионалов из Москвы, а в этом году состязания в духе зимних забав на территории Чепарка в Лакревском лесу. На старт с Ростелекома вышли ученики Кугейской коррекционной школы-интерната. Этот спортивный праздник детям запомнится надолго. Столько зимних развлечений и все в один день. Эти мероприятия мы проводим уже не первый год. Более трех лет мы провели уже огромное количество таких стартов. На сегодняшний день где-то порядка 400 участников через эти старты прошли у нас. Я думаю, что мы продолжим дальнейшие популяции данных стартов и думаю, что Ростелеком на этом не остановится. Задания практически на каждой станции маршрутного листа для детей были необычными. Ведь мало кто из учеников коррекционной школы-интернат до этого катался на ватрушках с ледяной горки. А хождение на командных лыжах вызвало у ребят еще больше эмоций. Ведь тут помимо физических навыков необходима сплоченность. Как только ребята это поняли, все пошло намного лучше. Мы катались на лыжах надувных и проходили всякие препятствия. Ну и мы проходили их и это было не так уж и легко. Были и задания посложнее. Метание снежков на меткость и станции бабочка и обнимашки. Здесь ребята изучили азы веревочного триала, что оказалось достаточно нелегко. А вот в детском городке все было намного проще. Лестницы, канаты, запутанные ходы. Все это заинтересовало любопытных участников. Мне понравилось здесь все. Горка. Мы еще на лыжах катались. Бегали дружно. Очень весело. Весь маршрутный лист пройден, оценки получены. Далее самая волнующая часть подведения итогов и награждения. Золотыми медалями были награждены участники команды «Быстрица». Однако и это еще не конец праздника. После зимних соревнований на улице всех ждал горячий чай, а потом новые развлечения и подарки. Мы и дети наши очень рады участвовать в этих праздниках. Всегда стремятся быть веселыми, жизнерадостными. И, конечно же, эти праздники очень помогают разнообразить наш школьный досуг. Все участники получили мягкую игрушку медведя-спортсмена. А потом снова отправились веселиться, кататься на ватрушках, бананах и играть в военно-спортивную тактическую игру «Лазертак». И подобные праздники Ростелеком проводят дважды в год, радуя все новых и новых гостей.